Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Торговая неделя запомнилась не только насыщенным макроэкономическим календарем, но и характерными ценовыми движениями. Пристоим с разбора информационно-новостного потока. Понедельник традиционно был пустым в плане фундаментального анализа, но это типичное явление для первого дня после выходных. Ну, во вторник уже были опубликованы достаточно важные данные. Это первая оценка ВВП Евросоюза за четвертый квартал 2023 года, которая осталась неизменной по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Тем не менее, в годовом исчислении экономика Евросоюза показала рост на 0,10%, что превысило прогнозы аналитических агентств. Несмотря на положительные данные, евро так и не смогла укрепиться в момент публикации данных. В среду внимания инвесторов было полностью сосредоточено на первом в этом году заседании ФРС. Регулятор, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5%. В ходе пресс-конференции глава ФРС четко указала на то, что повышение процентной ставки более не планируется. Однако, они пока не спешат принимать решение о снижении ставки. И не стоит ожидать первого снижения ставки в ходе маркского заседания. В своей статье от 1 февраля я достаточно детально разложил пресс-конференцию, на которой глава ФРС дал ответы на множество вопросов. Так что советую познакомиться со статьей. Сейчас же мы сконсенсируем внимание на основных моментах. Смотрите, в первые же минуты своего выступления Паул сразу указал на то, что ставка уже достигла своего пика. Он прямо это отчетливо сказал. Жесткая. У нас уже жесткая ставка, у нас уже есть пик. Это все так же было сказано в ходе марк-конференции. В то же время он подчеркнул, что ФРС не планирует поспешных решений, так как это негативно скажется на всей их проделанной работе. Также в ходе ответов на вопросы журналистов Паул четко дал понять, что не стоит ждать первого снижения ставки в ходе маркского заседания. В принципе, пресс-конференция была достаточно нейтральна. Да, они указывают на то, что поспешных действий не будет, но ставку снижать они не будут. Он даже четко говорит о том, что практически все главы ФРБ согласны с тем, что ставку надо снижать. Просто поспешных действий не должно быть. То, что рынок немного, возможно, расстроился на тему того, что в марте снижать ставку не будут. Ну, вы знаете, как бы Паула об этом даже говорила, по-моему, в предыдущем заседании, как бы и не планировалось. Конечно, Паула журналистов поймали на мягкой жесткой посадке, где он стал, так сказать, юлить. И, знаете, характерно такая была неоднозначность. Будет ли вообще еще жесткая посадка? Будет ли рецессия? Он не уверенно отвечал на эти вопросы. Он указывал даже на многие факторы. Хоть он говорил, что инфляция за 6 месяцев хорошая показывает результаты, но в то же время он говорит, что инфляция за 12 месяцев показывает плохие результаты. Ну, он дальше стал указывать на разные макроэкономические индикаторы. И, конечно, рынок на этом стал проседать. Оно, в общем-то, в плане достаточно хорошо. Хорошо и по инфляции 6 месяцев, и хорошо и по рынку труду. И вообще рынок труда для них, как вы там, знаете, как я сказал, это их триггер. Так что очень внимательно следим за рынком труда. А, ну ладно, смотрите. В четверг же фокус внимания был на предварительной оценке уровня инфляции в Евросоюзе, которая замедлилась с 2,9 до 2,8%, что совпало с прогнозом аналитических агентств. С отчетом имеющих данных уверенность в том, что ЕЦП первая снизила ставку уже не считается некой там теорией. Это больше похоже уже на действующий факт. Однако главным же событием четверга по праву было заседание управления Банка Англии. Это тоже первое заседание в этом году. Без всяких сомнений ставку оставили на прежнем уровне. Но нет-то главное было. Огромное значение имело именно распределение голосов членов правления. Так вот, за сохранение ставки отдали 6 голосов. Вместо одного, два голоса, замечу, отдали за повышение ставки рефинансирования. И один голос ушел за снижение ставки. Явное разногласие среди членов правления указывает на возможность еще более, большего ужесточения денежной политики. Фактически именно это и сыграло на укреплении английской валюты. Естественно, через положительную корреляцию там и евро потянуло. Чуть позднее мы с вами разберем уже на трагограде все это. Сегодня же в пятницу ожидается публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Исходя из прогнозов, уровень безработицы может вырасти. И я хочу вновь вам повторить то, что к этим данным, вообще к данным, не обязательно даже к этим, вообще к данным по рынку труда особое внимание уделяется регулятору. И нам следует особое внимание к нему уделять. И помню, Паул там четко сказал, что уровень заработных плат для них тоже является очень-очень важным индикатором для принятия решений. Так что не упускаем все эти моменты. Что же происходило на торговых графиках? Ну смотрите, в ходе стремительного снижения евро по отношению доллара США, ну локально обновили минимум нисходящего цикла. В результате, естественно, котировка ушла временно ниже, чем 1.08. Но как мы видим впоследствии, цена стала отскакивать. То есть обратно фиксировалась выше. Смотрите, вот эта свеча, такая очень большая и красивая, это, как раз, и есть банк Англии. Сейчас мы когда фунт будем рассматривать, мы это гораздо отчетливо будем видеть. Здесь ситуация такова. Если СМИ будут разгонять тему, связанную со ставками, диспоритетом ставок ЕЦБ и ФРС, то, конечно, это будет оказывать давление на курс евро. В этом случае, конечно же, нисходящий цикл может сохраниться. И сейчас трейдеры как они рассматривают? Я рассматриваю таким образом, что если возникнет стабилизация цены ниже, чем 1.08, в течение дня, на дневном периоде, то, конечно же, объем коротких позиций продолжит расти. То есть нисходящий цикл, он продолжится. Пока этого не возникло, стабилизации нету, ну, иначе будем колебаться 1.08, 1.09. Пока вот такое рассмотрение идет. Насколько положительной корреляции этой хватит, будет видно, будем смотреть. Затем скачиваем сценарий. Ну, давайте, опять же, подблюдаем, что будет СМИ. Что будет разгонять? Просто однозначно будет что-то разгонять. Такие сильные локомотивы, типа Плумберга. Что-то такое очень интересное, связанное с ставками, связанное со ставками. Все-таки этот год такой очень насыщенный. Много информации будет вылетать. Все-таки это и выборы в Соединенных Штатах. Там должно быть еще что-то интересное. Давайте эти фунты перейдем. Начнем с того, что спекулятивная активность по паре евро-доллар, она не привела к каким-то там значительным изменениям, не имею в виду такие радикальным изменениям. Попали в фунт-доллар. Котировка на каком ряде движется в рамках бокового канала. Это 1.26, 1.28. В недавнее время мы с вами практически подошли к нижней границе 1.26. А если мы будем, так знаете, детально работать с каналами, то мы знаем, что у канала есть, наверное, 10% отклонения. Ну, в этот случай получается, что мы, конечно, коснулись 10% припуска. Я тоже посмотрю. Ну, чуть не дошли. 1.26.24. Это припуск был где-нибудь там 1.26.20. Ну, можно сказать, отработка есть. Летим наверх. Хоть это движение, говорю, оно связано полностью с фундаментальным анализом, вот как раз с банком Англии. Посмотрим, посмотрим. Опять же, как СМИ будут разыгрывать эту тему? Будут ли они там разгонять тему ужесточения ДКП? Это, конечно. Вы знаете, мне еще кажется, что это, знаете, тоже такая, знаете, временная уловка, да, распределение голосов такое. Но что-то мне как-то не верится на самом деле, то, что они там будут повышать ставку. Вообще не верится, как бы, в это мне. Поэтому удерживать, да, удерживать ставку, но не повышать. Поэтому, да, страсти, может, сейчас играют на рынке, но они-то спадут. Если спадут, ну, флэт сохранится на рынке. Так что по нему мы продолжим работать. На самом деле флэт очень долгий, он там уже, наверное, восьмая неделя пойдет. Такое длительное формирование флэта, естественно, говорит о том, что спекулятивные интересы в нем будут проградываться все сильнее и сильнее, что это спекулятивный интерес. Значит, рычаг рано и поздно проявит себя. То есть границы, они будут пробиты. Так что этот рычаг у нас играет в пользу спекулянтов, то есть возникнет такой спекулятивный пробой. Так что здесь тактика отскока, да и пробоя. Она продолжается, и трейдер на нее ориентируется. Ну, в этот раз мы завершаем видеообзор валютной пары австралийский доллар против доллара, где 9-дневный застой сменился усилением коротких позиций. Ну, как мы видим уже, что усилить СМ не так уж и удалось. Достигли мы, сколько здесь минимума, давайте посмотрим. 0,65, 0,9. Скорее всего, 0,65 и есть опора, где возникает сокращение объема коротких позиций. Ну, обновление, давайте так скажем, обновление все-таки локального меню нисходящего цикла, оно имело место на рынке. Вот у нас был меню, вот мы его обновили. Отлично это и имеет место, но мы вернулись обратно в рамки вот этой консолидации. Ну, что здесь сказать. С технического анализа, конечно же, последующий рост объема коротких позиций, наверное, стоило бы ожидать после уже пробоя отметки 0,65, точнее стабилизация ниже этой отметки в течение дня. Да, этот шаг дал бы участникам рынка, наверное, возможность нарастить коротких позиций по направлению вот этого локального меню. Вот сюда опять же, в этот район. Пока мы этого не наблюдаем. Не наблюдаем движение в рамках раннего современного консолидации, оно возможно и продолжится. Что касается восходящего сценария, то есть распродажа долларовых позиций, в данном случае рассматривали бы, будет видно. Я думаю, третий тоже назначен технический анализ рассматривать, то есть это выше консолидации, с перспективы входа куда-нибудь вот сюда, опять же, вот к этому уровню, к такому зеркальному уровню. Посмотрим, посмотрим. Еще время есть. Ну, на сегодня у нас все. Желаю всем удачи и хорошо провести выходные. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова